Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Господи, Боже мой, возвеличился, И си села услови. Я не сам ли выбрал час рождения, Век и царство, область и народ, Что пройти сквозь муки и крещения совести огня? И вот апокалиптическому зверю Ввержены в зияющую пасть, Павши глубже, чем возможно пасть, Вскрежете в смраде. Верю, верю в правоту верховных сил, Расковавших древние стихи Из недробугленной России. Говорю, ты прав, что так судил, Надо до алмазного закала Проколить всю толщу бытия. Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя! Если ж дров в плавильной печи мало, Господи, вот плоть моя! Один из дней, К нам был светский человек. Погибла вся его семья, все самые близкие. В результате несчастного случая Он остался жить. Очевидно, нужно пройти Вот это страшное испытание Уходом близких. Пройти для того, чтобы жить, Нески свет. Наша вера, наша церковь Испытывает такой же колоссальный кризис, Как испытывает кризис государства. Испытывает кризис нашей нравственности, Нашей духовности. И вот в его сердце Произошло понимание, Понимание того, Что надо нести свет. В нем проснулся свет веры. Он побывал в первую и вторую чеченскую войну. Он шел с образами. Он шел с иконами. И солдаты, которые шли с ним в атаку, Остались все живы. Хотя я знаю, что он был и трижды контужен, И трижды ранен, Что награжден многими против всеми наградами. Он говорил то, что он думал. Он говорил всегда правду об этой войне. Они справедливые, они честные, Развязанные по стечению обстоятельств странными людьми. И странными обстоятельствами. Уходили маленькие дети, Ванечки и Петеньки. Уходили на войну, Ну-ну, Пейте, Бейте, Бейте, Смейтесь на вокзальной скамейке. Какой пухлый, Профиль и заботливо прицеплена фляжка. Он сегодня утром еще пил кофе с мамашей. Пили и забыли, Уходили, Не глядели, Не скорбели. Пили, 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 Пили. Пчатли, Жарли, Солнце в луже Тычется. Скоро снег Последний марли Скроет личико. Вечер светится, Отдыхают усталые люди, А нового Петеньки больше не будет. Везде проходит борьба добра со злом. И вот он выбрал путь добра, Он победил в себе отчаяние, Он победил в себе горь, Он победил в себе страх, Когда вроде не надо жить. И вот он понимает, Что даже в самую трудную минуту, Когда уже казалось незачем жить, Ни для чего жить, Всегда есть для чего. Нужно нести свет, Нужно нести любовь. И жить в любви, И жить по совести. Очевидно, И нам надо пройти этот путь. Ибо в любом, В самом страшном деле, Свет и добро существуют. Современная церковь Очень государственна, Она очень заорганизована. В ней должно быть обновление. Когда люди туда пришли, Не по той причине, Что выучились, А по той причине, Что в них открылся родник веры. К таким людям тянет. И поэтому он один из тех немногих, Которых составляет лицо новой церкви. Я знаю, Что в церкви не так все просто. Прийти именно туда, Где, казалось, Не может быть священник. Это, конечно, подвиг. Подвиг убедить руководство. Подвиг убедить на самую, Может быть я грубо скажу, Но по-своему, Самую костную часть общества. По той причине, Что позже всех изменяется армия. Она наиболее консервативна. И в советскую армию, Что пришел священник, Чтобы он заменил политруков, Это подвиг. Потом, что он подает пример, Он показывает, По какому пути должны идти люди, По какому пути должны идти солдаты. Человек должен служа, И защищая Родину, Уходя, Все-таки уйти с благословлением Божьим. И он должен быть отпет, Если он выполнил свой последний долг. Отец Киприян, Он чувствует, Он живет, И ему верят, К нему тянется паства, Как дети. Он отец. Он действительно отец. Отец Киприян. Ты простил змеей ее страшный яд, Ты простил землей ее чат и смрад, Ты простил того, кто тебя бичевал, И того, кто тебя целовал, Ты простил. За все, что я совершил, И за все, что свершить каждый миг, Я готов. За ветром взрытое пламя, За скуку грехов И за тайны Восторг Покаяния. Прости меня, Господи. Труден полдень и страшен вечер, Длится бой, Длится бой. За страх мой, За страх человечий, За страх пред тобой. Прости меня, Господи. Я лязг мечей различаю, Длится бой. Я кричу, Победи! Я кричу, Но кому не знаю, За то, что смерть еще впереди. Прости, прости, Прости меня, Господи. Прости, прости меня, Господи. Прости, 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 прости. Самое грустное, что в плен он попал не случайно. В плен он попал по предательству, И сдали собственного руководца. По тому причине, что он был неудобен. Он говорил то, что он думает, как он понимает, как он верит. И вот это его неудобство, что он не замазывает лицо войны белой краской, А говорит о неправду, Оказался кому-то неудобен. И вот оказаться в плену из-за предательств это крайне тяжело. Это невозможно. Но он и был спасен точно так же своими. Он точно так же был вытащен своими оттуда, откуда нет выхода. По той причине, что и на той стороне, и на этой понимают, Что ведь война одинаково плоха для всех. И люди ищут тех, кто ищет мир. Мир нужен всем одинаково. И те, кто истинно служит миру. И те, кто истинно верит в мир. И те, кто истинно борется за мир. Не обязательно с оружием в руках. Эти люди вызывают уважение в обоих лагерях. Я думаю, что чеченцы к нему, настоящие чеченцы, Чеченцы обманутые, чеченцы загнанные. Чеченцы унижены, чеченцы оскорбленные. Я думаю, они к нему все одинаково относились. По той причине, что они понимали, что он пришел не с оружием. Он пришел не для того, чтобы завоевывать. Он принес идею, чтобы вдруг возникло понимание, что нельзя воевать. Он мог пойти и договориться о том, чтобы не было братовоубийственной войны. Он мог остановить военные действия. Он мог остановить на сегодня убийство того или другого солдата. Он спасал человека. Он понимал, что война никому не нужна. Это война стравленных людей, сдагнанных людей. И, конечно, тот, кто протягивает руку, помощь. И, конечно, те, кто пытаются найти просвет. Эти люди вызывают уважение. И я думаю, что именно как свет, свет, идущий из России, и воспринимает его чеченцы. Как свет, идущий из России, и несущий помощь и мир. Вот, я думаю, какое отношение к нему подлинных и искренних чеченцев. Отец Киприан и в мирной жизни продолжает воевать. По той простое впечатление, что он помнит тех солдат, кто умирал и погибал за светлую, прекрасную Россию. Утомленные пушки в это утро молчали. Вился голос кукушки, полный горькой печали. Но ее куковань не считал, как бывало. Тот, кому это ранило, в старе она куковала. Взорван дот в три наката, сбитая еле макушка. Молодого солдата обманула кукушка. Молодого солдата обманула кукушка. Молодого солдата обманула кукушка. Молодого солдата обманула кукушка. Как должно быть все по-честному, как должно быть нормально. Люди понимают, что та жизнь, которая на войне, и та жизнь, которая в мире, это совершенно две разные жизни, совершенно две разные ценности. Непонятно, как можно в мирной жизни подличить. Непонятно, как можно в мирной жизни делать те страшные вещи, которые происходят. И в нем голос воина, голос борца. Его возмущения, конечно, его переполняют. Он воюет. И человек будет воевать до конца жизни. Воевать за Слово Божье. Победить беду. Дети наши гибнут. Мой президент голодный ребенок. И я знаю только это. Мы подчиняемся этому президенту. При этом он совершенно обыкновенный человек. Он священник. Он несет нечто святое. И вот эта святость. Вот эта чистота. Вот эта детскость. Его огромные большие голубые глаза. Его улыбка детская. Его непосредственность. Вот думаешь, ну как мог человек перенести то, что он перенес? Даже нельзя представить, что тут человек гора. И что он сильно болен. У него сожжет со здоровьем. Что ранения и контузии сказываются. У него очень маленькая комната. В ней кроме церковной принадлежности практически нет. Не даже кровати. Вместо кровати большой дубовый гроб. Это четкое понимание, что стоя светская жизнь. Он навсегда прервал. Он монах. Он для света как бы умер. Он живет только для того, чтобы нести людям свет. Чтобы поддержать их в трудную минуту. Чтобы помочь им в трудную минуту. Чтобы протянуть им руку в трудную минуту. Он понимает, что он нужен. Люди к нему тянутся. Он понимает, что одно сказанное слово молодым солдатам в Чечне даст им энергетику, как жить дальше. Среди безверия. Среди нравственного божества. Среди дедовщины. Вдруг появляется вот такой святой человек. Когда на его лицо смотришь. Когда смотришь ему в глаза. Ему веришь. Так как он говорит, так никто не говорит. Как он умысит. Как он чувствует. Он оратор. Он воин. Он поэт. Идет обновление России. Вот появляются ее подлинные люди. Подлинные лица. Вот он тот самый подлинный человек. Он лицо той самой подлинной веры. Отец Киприан это лицо новой России. У которого имя Пересвет. Он один из самых верных в нашей православной церкви. Но он неудобен как личность. Как он говорит. Как он умысит. Как он смотрит. Как за ними идут. Каким нужно быть. Конечно, вот так быть эскетом. Жить не для себя. О нем нельзя представить, что вот он сейчас отслужит службу. И тут же вскочит в личный Мерседес и помчится в 10 км в час. Про него это никогда не скажешь. Он живет для людей. Это не люди для церкви. А церковь для людей. Он пишет книгу. Пишет ту правду, которую он знает. Ту правду. Те мысли, которые его мучают. Которые переполняют. Слишком много болтанных демагогий. Слишком много неправды. И он знает, что кто-то должен сказать. Кто-то должен нести эту правду. Кто-то должен служить правду. А он служитель правды. Святой правды. А правда это всегда вера. Святая вера в Бога. Не к богатым, не к косматым, не к мохнатым медвежатым, не к арабам косолапым, не к собакам, не к чертякам. Шла смерть в мою клетушку. За мой стол до моих дедушек. Я просил, не тронь детенышей. А она взяла и тронула. Я просил, не тронь детенышей. А она взяла и тронула. Ты не гладь, она погладила. Всем дала по виноградине. Увела и след приметила. Замела хвостами, письями. А к себе пришла проклятая. Завизжала и заплакала. Плача пеленала трупики. Пестовала и баюкала. Я га га. У-лю-лю. Напою. Накормлю. Ввиду того, что мы люди как таковые-то неверующие. Мы не ходим в церковь, не соблюдаем какие-то обряды. Попали в такую ситуацию, когда кроме как на нечто высшее верить уже не приходится. Здесь приезжает войсковой священник, тот, который посвятил себя именно служению таким, как мы. Чтобы мы обрели веру. Возможно, это был первый раз в моей жизни, когда я во что-то поверил. До этого момента приходилось верить только в свои силы, в самого себя. Вторая встреча у нас произошла в штабе группировки. Это было начало января 2000 года. Там мы встретили отца Киприана с перебинтованной рукой. Где-то попали они в какую-то переделку. Он получил ранение. Ну, просил от своего имени всем передать большой привет. Его напутствие. Естественно, мы все это дело передали. Ребята были очень рады. Расплачется. 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 Тогда量 мы встретили себя siempre, а вот 다시 года. Это было — Vers� Plastic. Расплачется. Расплачется. Альтернатона потому что ждут нечто llevaentlichмплоданное, возило, сколько можно было ждать в умер quê настроенном смысле. buddy. Ветераны парада 41-го года рассматривают меня, простого русского монаха, воина Киприяна, как своего сынка, как своего товарища боевого, и видят во мне ветеранов всех последующих войн. Они вписали меня в личный состав участников парада 41-го года. Ветераны парада выдали мне удостоверение, ветеранское, дали знак, очень уникальный, это знак ветеранов парада, участников парада. Я не участник парада 41-го года, но в этом строю от имени вас, когда-то я всех вас, тех, кто ушел в вечности, те, кто будут далеко в этот момент от Красной Почери, те, кто будут на боевых постах, те, кто будут в мирной обстановке заниматься гражданскими созидательными делами. Там я буду представлять вас, ребята, в этом строю. В форме 41-го года пройдут они, и в этой же форме буду находиться я. Мы песком на чердаках гасили пламя вражьих бомб, в тревоге час. Фронтовые белые автомобили в гости к смерти увозили нас. Из друзей, ушедших в эту осень, ни один простился с головой. Но остановили 28 вражеские танки под Москвой. Нас босыми по снегу водили на допросы, пытку из тюрьмы. Все равно враги не победили, в этой битве победили мы. Все равно враги не победили, в этой битве победили мы. ПЕСНЯ 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 Служил со мной в полку одном И я пришла, меня зовут Победа Был черный хлеб белее белых дней И слезы были соли и солоней Все сто столиц кричали вдалеке В ладоши хлопали и танцевали И только в тихом русском городке Две женщины, как мертвые, молчали Твой сын служил со мной в полку одном И я пришла, меня зовут Победа Был черный хлеб белее белых дней И слезы были соли и солоней Твой сын служил со мной в полку одном И я пришла, меня зовут Победа С отцом Киприяном мы познакомились Первую чеченскую Это было в феврале 1995 года В Грозном Он, он вообще, конечно, легендарная личность Бесстрашный человек, который Я считаю, что он совершал подвиг В те дни тяжелые Он всегда находился на передовой Всегда был рядом с людьми Останавливал брата убийства действительно И всегда его видели в бодром состоянии духа Он поднимал боевой дух солдат Солдатам было легче, когда они могли прийти Священнослужителю и даже просто исповедоваться И это им помогало В той войне, в те трудные времена Сегодня с нами величайшая святыня новой эпохи Угрозным снимая под пулями снайперов Минуя растяжки и другие ловушки С этажей раненых больных людей Вынимая их из подвалов Из пожара была спасена вот эта Домашняя икона Которая была передана там мне, войсковому священнику И стала она иконой фронтовой Фронтовой иконой России Которая мужественно отвоевала Первую и Вторую Чечню И сегодня она с нами Я богословляю всех вас Всех вас, родные мои Пусть наравне с вашими мирными и боевыми подвигами Произойдет то, о чем мы все мечтаем Пусть будет всегда так Пусть будет мир в ваших домах И не будет по-другому Счастья не только вам, дорогие мои Братья и сестры воины Не только вам, родные и близкие Сегодняшних молодых воинов Счастья в вашем семье Петонка, трап, Москва, привет И в мирном небе звездный свет Мы возвращались, но не все И это скверно И это скверно Что жив душа моя поет А пред глазами он встает Кому обязаны друзья И это верно И это верно Ведь я там был и не забыл Как перед боем нас крестил Отец святой наш пересвет Да просто, батя, благословением твоим И Божьей матерью храним Я возвращался И меня встречал ты Батя, батя Афган, Чечня Россия боль И разъедает душу сон Оставшись в сердце И судьбе моей безмерно Безмерно Монах, священник все видал И кровь со всеми проливал Но был всегда он с нами там Да, братья, верно Да, братья, верно А я там был и не забыл Как перед боем нас крестил Отец святой наш пересвет Да просто, батя Благословением твоим И Божьей матерью храним Я возвращался И меня встречал ты Батя, батя Битонка, трап, Москва, привет И в мирном небе звездный свет А мне б до кельи, до твоей Добраться, батя, батя И завтра с самого утра Отбросив все свои дела Я на крыльцо твое взойду Вот это будет верно Вот это будет верно Да, я там был и не забыл Как перед боем нас крестил Отец святой наш пересвет Да просто, батя Благословением твоим И Божьей матерью храним Я возвращался И меня встречал ты Батя, батя Батя, батя Батя, батя Батя Господи, сил, с нами буди И на Бога, разве тебе Помощника в скорбе к ней и мамы Господи, сил, помилуй нас Хвалите Бога, во святых Его Хвалите Его во утвержение И силы Его Господи, сил, с нами буди И на Бога, разве тебе Помощника в скорбе к ней и мамы Господи, сил, помилуй нас Хвалите Его на силах Его Хвалите Его по множеству Величествия Его Господи, сил, с нами буди И на Бога, разве тебе Помощника в скорбе к ней и мамы Господи, сил, помилуй нас Хвалите Его Хвалите Его в кимбалях Хвалите Его в кимбалях Продолжение следует...